Мы компания-производитель обуви, поэтому я буду выступать не как соавтор или же обсуждающий государственную политику человек, а как конкретный бизнесмен, который совершенно конкретно принимает решение, какие деньги в рамках предприятия куда будут направлены. То есть все, что угодно мы можем написать в любой программе Минпромторга, но решать буду я. Вот специально я так решил на этот вопрос посмотреть. Включите, пожалуйста. А где эта штучка? Значит, несомненно, как компания, производящая обувь и все 25 лет своей истории инвестирующая в промышленное производство, мы крайне заинтересованы в том, чтобы доля производящегося на территории страны продукта росла. Вот здесь на графике показано в некоторой перспективе, верхний график – это доля импортной обуви, нижний график – красный и синий – это в количестве пар, не доля, а в количестве пар, производящихся внутри страны, включая обувь для силовых структур. То есть со всеми мерами, которые помогали развитию спецобуви, а именно ограничений на импорт для всех госзакупок и так далее, значит, мы видим, что нижний график никак не меняется, то есть находится в глубокой стагнации. И вот второй график, всего два графика, я не буду вас, так сказать, увеличивать. Вот в 2014 году мы вступили в ВТО, и вы видите, что доля отечественной обуви, которая производится внутри, относительно всей, которая продается гражданской обуви, все время колеблется в районе 25-30%, и всплески мы видим только в тех случаях, когда происходила девальвация, вызванная резким курсом доллара. После этого происходит некий всплеск, вот хорошо видно результаты этого в 2018 году, поскольку произошла девальвация, прошел рост инвестиций в капитал, и в 2018 году достигла максимум, а после этого опять начало падение. Так вот, если же все-таки в качестве целей промышленной политики страны является рост внутреннего производства, то я как конкретный человек, принимающий решение, хочу сказать, что очень важно во всех трех направлениях, которые Константин Анатольевич обозначил как киты промышленной политики, в первую очередь выполнить те меры, которые эмоционально убеждают инвестора-предпринимателя вернуться в цикл инвестиций. На них хочу остановиться подробно. Вопрос первый. Денежно-кредитная политика. Мы можем все что угодно говорить об уровнях ставок, о их соотношении с нашими ключевыми конкурентами и так далее. Значит, ровно до тех пор, пока не будут приняты совершенно конкретные меры ограничения движения, трансграничного движения, спекулятивного капитала, веры в кредитную политику не будет у предпринимателей. Деньги уйдут. Раз. То есть мера должна быть принята. Мне все равно как? Мне все равно в какие формы это будет обличено? Ну, это должно быть сделано. Второе. Источники беззалоговых инвестиционных кредитов. На сегодняшний день они отсутствуют. Все развитие нашей компании, в отношении всех 25 лет, было виртуозное маневрирование короткими кредитами, чтобы получить инвестиции. Виртуозное. С высокими рисками. Больше так жить невозможно. То есть мы больше в это играть не будем. До тех пор, пока не будет длинного беззалогового инвестиционного кредита, инвестиций мы совершать не будем. Фонд развития промышленности, о котором был разговор, не выдает денег без залогов. От слова вообще нет. Хочешь получить, пожалуйста, залог. А где же взять залог, если ты инвестируешь? Залога нет. И третье. Принципиально важное. В условиях действительно уже сформировавшегося глобального рынка. Это стабильный обменный курс. Нигде об этом не сказано. Нужен стабильный обменный курс рубля. Центральный банк Российской Федерации, помимо участия в развитии, там, ответственности за рост экономики и так далее, он нас конституционно отвечает за это. Откройте Конституцию, прочитайте. Стабильность обменного курса. Что у нас с обменным курсом происходит? Кто подал иск на Центральный банк Российской Федерации за то, что не выполняет свою конституционную обязанность? Как можно жить в обстоятельствах, когда в моменте себестоимости производящегося здесь и импортного меняются на десятки процентов? Как можно построить розничную цену? Как можно построить оптовую цену? Как? Никак. Поэтому три решения должны быть приняты в том или ином виде. Я считаю, что без них инвестиций в основные средства, позволяющие развивать страну, не будет. Второй момент. Налоговая политика. Значит, на сегодняшний день есть масса льготных налоговых режимов, которые позволяют малым торгующим предприятиям платить налогов существенно меньше, чем крупным производственным предприятиям. То есть понятно, что можно быть в мастерской, да, и производить мало, и тоже оказаться в льготном налоговом режиме. Если ты крупное промышленное предприятие, да, ты платишь налоги на полную катушку. Да, а конкурируешь в своих продажах с небольшими торговыми структурами, для того, чтобы иметь один, два, три магазина, там поддерживать большую структуру не нужно. А торговать можно. Вот. На сегодняшний день мы находимся в совершенно неравных условиях. Поэтому с точки зрения налогов промышленное производство должно иметь большую льготу, нежели торговое, финансовое, всякое иное. Тогда будет инвестиция. Без этого толку не будет. Ну и самое главное. Самое главное. Сколько стран сейчас попало в перечень недружественных? Ну типа там два десятка. Возная пошлина по обуви отсутствует. При этом. При этом. Возная пошлина, например, в Японию обуви 25% на сегодняшний день. Возная пошлина в Турцию 15%, в Китае 10%. У нас нет пошлина. Она есть, она доллар 25% с каждой ввезенной пары. Поэтому ровно до тех пор, пока на долгосрочной основе не будет введена компенсационная, никоим образом не заградительная, но компенсационная таможенная пошлина в Возная, инвестиций в отрасль не будет. Потому что завтра опять подружимся, опять помиримся, опять продадим отрасль, и сюда пойдут ботинки эшелонами. Если эти задачи не решить, инвестиций не будет. И мне кажется, что ровно так нужно ставить вопрос перед людьми, принимающими решения. То есть не мы вас просим, ребята, а давайте вот вы, тогда вот мы вот так. Нет, просто нужно сказать честно. Вот если это, это, это сделано не будет, инвестиций не будет. Значит, источника покрытия товарного дефицита в случае ограничений поставок чего-то из-за границы, на источника не будет. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!